Сегодня мы дальше, ну и очевидно какой-то кусок завтра, поговорим про геометрические параметры манипулятора. Ну и отметьте себе, что геометрические параметры манипулятора играют очень важную роль в том, какое движение мы в итоге получим. При этом общей тенденцией, вот я ее уже упомянул, но вот сейчас даже там соответствующая картинка будет, является то, что раньше мы с вами обеспечивали точность вот этого положения конечного звена прежде всего за счет средств механики. То есть мы, ну вот у нас с вами был какой-то манипулятор, и для того, чтобы вот здесь вот появить вот это, получить вот эту искомую высокую точность, нам надо было вот здесь вот тщательно все вот эти там сочленения, звенья, нужной длины, там с малыми отклонениями изготовить. И я не знаю, станки вы изучали, вот токарный станок? А? Ну да, ну тогда вы помните, да, то есть, например, вот токарный станок, ну вот, то есть там, что главное, значит, в станке надо, вот у вас вращается шпиндель с заготовкой, да, и тут перемещается резец. И вот как бы раньше для того, чтобы там нарезать резьбу, вам необходимо было механически согласовать вращение заготовки, да, и перемещение вот этого резца. На сегодня, соответственно, вот качество вот этой механики, оно определяло качество проведения технологической операции, да, качество механики здесь определяло точно здесь. На сегодня имеется общая тенденция. Она заключается в том, что вот основная часть, не вся, часть функциональной нагрузки, то, что раньше полагались мы на механику, перекладывается на электронику или на, ну даже в большей степени на интеллектуальную систему. Таким образом, вот есть прямо такой график, вот, его можно, кстати, и дальше как бы экстраполировать. Вот, то есть, если раньше вот 70% функционала решалось за счет механики, то сейчас мы идем путем другим. Вот мы, если в токарном станке, мы все вот это вот, мы все вот это выбрасываем. Мы вот здесь вот ставим отдельный привод, который просто логически в системе управления согласуется вот с этим приводом и обеспечим согласованное движение, да. Соответственно, точность работы, точность на режиме, ну в данном случае, выполнение вот этой технологической операции будет решаться здесь, а не здесь, да. А в чем это? Да, и аналогично здесь. Если раньше мы с вами могли, ну как бы, ну целые работы посвящать тому, из какого материала сделать манипулятор, чтобы он был и легким, и легко не сгибался, да. Какой толщины делать оси в приводах, чтобы они, как бы, сильно упруги деформации, чтобы они, ну, погрешность там сильно не вносили, да. Теперь мы говорим, а зачем нам об этом думать? Ведь мы можем пойти совершенно другим путем. Ведь я, зная, могу просто знать, что если здесь у меня приложен такой-то груз, я же на самом деле знаю, какие здесь у меня будут силы и моменты, и я могу просто вычислить, какие будут деформации приводов. И тогда я могу просто компенсировать. Тогда я могу вот этому звену сказать, ты повернись там не на угол Q2, да, а на Q2 плюс вот эта вот величина деформации. Понятно? Идея ясна? Вот в этом заключается общая тенденция. Чем это лучше? Во-первых, механообработка сегодня это дорого, да. Вот, ну, я не знаю, как в вашем университете, вот, где я учился, когда я начинал учиться в 89-м году, на каждой кафедре был токарный станок, был фрезерный станок, был человек, который на нем умел и работал, да. На сегодня, ну, в городе, где я живу, найти, где сделать механообработку, это очень тяжело. Специалистов крайне мало, да. Станков вообще, может быть, там на весь университет, ну, не знаю, там, 10 штук осталось. Вот, по этой причине механика стала очень дорогой, с одной стороны. С другой стороны, ведь в чем большой плюс информатики? Вот в чем плюс приложить это на информационную компоненту? Ну, многие из вас этим регулярно занимаются нелегально. Ну, затраты есть, но они легко дуплицируются, да. То есть вы один раз написали вот программу, которая, ну, например, вот эта учитывается, и все, и дальше вы ее просто копируете с диска на диск B, да, с одной стойки управления на другую, на третью, на четвертую, и единожды внесенные затраты дальше практически без каких-то дополнений, они, ну, распыляются по вот всем этим. Да, да, да. Ну, и не говоря о том, что, конечно, ну, опять-таки мы достаточно регулярно с нашими телефонами, с Windows с этим сталкиваемся, да, что если мы обнаруживаем, что что-то не так, да, мы просто обновляем программное обеспечение, да. Ну, может быть, кто-то из вас или там у кого-то из ваших родителей была ситуация, когда выяснилось, что в автомобиле что-то не так, и в автомобильном уже надо ехать куда-то, и надо там это исправлять, да, снимать. Пусть это бесплатно, но это потеря времени, приехать туда, подождать, пока это исправят, приехать обратно, это потеря времени, да. То есть вот опять-таки достаточно такая, ну, вот большое преимущество. Конечно, тут есть определенные пределы, то есть нельзя сказать, что не, все, теперь про механику забудьте, это все не важно. Вот, но механика важна, она роль будет играть, и тем более для того, чтобы ее вот этим компенсировать, надо понимать, как она работает, да, и в этом вот, ну, еще раз скажу, вот такая красота роботтехники, что вы должны программировать, понимать, что вы программируете, как объект себя будет вести, какие, в том числе, механические явления там будут иметь место. Вот, причем, что интересно, вот как бы, участие современных производителей пошло еще дальше, они вот эту часть электроники сейчас стались сужать за счет перегрузки ее на вот эту информационную компоненту, да. То есть какие-то задачи, которые раньше решались вот этими электронными компонентами, ну, я имею в виду, там, напряжение и так далее, да, они сейчас переложили на компоненты информационные, ну, правда, вот, то, что, с кем я общался, они сказали, что система не так надежно стала после этого работать, ну, и к чему я это говорю, что, в общем, тут надо как-то разумно к этому подходить. Так, значит, это мы сказали, то есть это вызвано, значит, удорожанием механической компоненты, удешевлеемой информационной и метеоризацией. Значит, основные геометрические характеристики манипуляторов, геометрические характеристики, да, то есть вот мы сейчас там грузоподъемность уже не трогаем. Значит, первое, вот, помните, мы говорили рабочая зона, так, значит, еще одна характеристика — это рабочее пространство. Они чем отличаются? Рабочая зона — это куда может прийти ваш инструмент? Рабочее пространство — это все, что манипулятор, какая-то, любая из частей манипулятора, да, то есть я, например, ну, куда-то там рукой не могу дотянуться, а локтем могу. Вот это попадает у меня тоже, то есть, ну, грубо говоря, все, где можно с роботом столкнуться физически. Значит, это рабочее пространство. Так, это мы говорили. Теперь еще отличающийся термин — зона обслуживания. он отличается от рабочей зоны, потому что какие-то операции технологические, робот вроде дотянуться туда может, но он не сможет эту операцию сделать, да, то есть, например, ну, нанесение клея, вот помните, у нас фигурировало, что там специальная ориентация должна быть, да, потому что клей, он будет как-то стекать, вот, поэтому возможны какие-то конфигурации, что он будет находиться внутри рабочей зоны, но технологическую операцию выполнять не может. Вот, поэтому вот то, где он может выполнять технологическую операцию, называется зоной обслуживания. Значит, следующий термин — маневренность. Он опять-таки вот связан с рядом технологических операций. это… сейчас покажу. Это фактически вот вы можете в одну и ту же точку прийти в различных конфигурациях, да, и эта вот точка у вас не подв... вы можете прийти вот так вот туда, да, а можете прийти... ну, я буду стараться аккуратно, чтобы не сломать, вот так вот, да, и можете даже вот там провернуть, например, вот эта точка будет на месте, а вот за счет, ну, вот каких-то здесь изгибов вы, ну, вот так вот, да, вот это движение. Вот это есть термин маневренности. Значит, пометьте себе маневренность. Далее. Угол сервиса. связанный, ну, схожий, скажем, термин, так, это угол. Значит, робот приходит вот в некую рабочую точку, в концевую, да, и он может туда вот под разным углом инструмент поместить. Вот этот, обращаю ваше внимание, это телесный угол, да, не обычный вот наш, да, он в стереодианах измеряется. Вот, значит, это угол сервиса. Это вот, почему это важно? Ну, вот как мы говорили, что в радиооперации важна ориентация. Где-то она не важна, где-то она важна. Вот когда она важна, то здесь это будет, вот эти вот параметры, они нужны вам, чтобы понять, в какой части рабочей зоны ту или иную операцию выполнять. Так, теперь кинематическая структура манипуляторов. Значит, здесь, ну, мы давайте рассмотрим как бы наиболее часто применяемые, мы не будем все подряд смотреть, потому что их, ну, их в теории много, в практике их, ну, фактически три как бы таких основных. Так, сейчас, секунду. Сейчас, ребят, секунду, я сображу. Ну, давайте все-таки. Мы вернемся к этому тогда. Значит, и так, первое, на которой мы остановимся, это Декартовая или прямоугольная система координат. Ну, имеется в виду система, вот в которой робот работает, да? То есть это вот то, что мы с вами видели. Это характерно прежде всего для портальных роботов. То есть обычно у вас тогда есть вот какой-то, ну, вот звено как-то расположено так вот, да? Какое-то перемещается по вертикали, какой-то вот так вот, ну и какой-то, например, вот так вот перемещается. Да, это вот чисто три координаты, да? И, значит, пометьте себе, итак, характеризуется это три взаимно-перпендикулярных осей x, y, z. Ну, вот как-то так это выглядит. Вы знаете, я думаю, вы, вам, вас могут спросить вот на зачете или экзамене нарисовать систему координат, поэтому, может быть, вы себе как-то схематично все-таки фиксируете. Вот, значит, прежде всего, вот эти роботы обычно, пометьте, роботы в такой конфигурации применяются прежде всего для выполнения транспортных перемещений. Обычно это портальные роботы большой грузоподъемности. Портальные роботы грузоподъемности. Это, например, обслуживание складов. Вот это вот самая, как бы, их такая вот ниша любимая. Обычно они не имеют какую-то высокую жесткость, не имеют хорошую маневренность и угол сервиса. Поэтому такой круг операций для них... Но все равно это какая-то ниша, и она не используется. Ну вот, как пример, да, вот, ну это графпостроитель... Нет, ну это не графпостроитель, но как бы на базе графпостроителя похоже робот. Значит, далее. Вот это я уберу, потому что это сейчас их не выпускают. Вот, вот, а вот дальше... Это тоже сейчас не выпускается. Вот, значит, пометьте себе ангулярная цилиндрическая система координат. Ангулярная цилиндрическая система координат. Сейчас на следующей картинке вы их зарисуете. Значит, что мы имеем в них? Вот то, о чем я говорил, это вот так называемая конфигурация SCARA. SCARA, да? Selective Compliance Articulated Robot Arm. Значит, и вот как здесь указано, они обладают, вот, в вертикальной плоскости обычно большей жесткостью, а в горизонтальной меньше. И это очень хорошо играет, очень положительно сказывается при выполнении операции сборки. Вот эти роботы там особо эффективны. Ну, маневренность, угол сервиса, у них, скажем так, средние показатели, ну, допустимы. Вот так это выглядит, вот как пример, ну, вы видели и до этого. И, наверное, давайте вы как-то, сейчас, секунду. Ну, наверное, вот схему как-то себе отметьте, да? Ну, как бы схематически зарисуйте, чтобы вы могли это потом воспроизвести. Ну, и, наконец, наиболее распространенной является конфигурация ангулярно-сферическая система координат. Ангулярно-сферическая система координат. Значит, она формируется манипулятором, в котором три и более вращательных кинематических пары. При этом вот эти вот вращения, они обязательно должны в разных плоскостях, оси должны быть перпендикулярны, не быть параллельными, иначе она перестает быть таковой. Вот так это выглядит, ну, вот как бы слева схематично, справа, ну, вот пример такой. Это вот один из первых роботов, который, ну, был наиболее распространен тогда, это когда еще в Америке роботы выпускали. Вот, и что надо сказать, значит, ну, отметьте, вот раньше это было там, ну, где-то, может быть, 98% промышленных роботов вот были такой компоновки. Сейчас они, конечно, их стало меньше, потому что вот Скары больше появилось, больше вот эти Дельта-роботы. Ну, я не берусь точно в процент сказать, но, может быть, 75 где-то. Вот все равно они, конечно, продолжают доминировать, потому что они обладают достаточно неплохой жесткостью, вот, маневренностью углом сервиса, да, то есть вот если взять их рабочую зону, ну, много где можно много чего сделать. Вот, ну, и зачастую, это называется, как бы, конфигурация, ну, мы зачастую используем такое аббревиатура Puma, да, ну, вот там есть две расшифровки, вот, значит, программируем универсальная, манипуляторная рука, и вторая программируем универсальная машина для сборки. Ну, и давайте мы все-таки, наверное, тогда Дельта-манипулятор тоже отметим, значит, конфигурации типа Дельта. Вот она вот, ну, так, извините, упрощенно выглядит, вот, значит, она отличается от тех, вот вы видели, там везде были разомкнуты кинематические цепи, да, здесь они замкнуты, вот рабочая точка, она находится вот здесь. И пометьте себе, значит, что данный тип манипуляторов обладает очень высокой скоростью концевой точки, это вот их плюс в этом, очень высокой скоростью концевой точки, но, как правило, невысокой грузоподъемности. Большие детали такие манипуляторы не носят. Ну, как бы, там они себя уже не оправдывают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok